Сегодня многие родители стремятся к тому, чтобы их ребенок получил возможность полноценного всестороннего развития. С этой целью они записывают детей на дополнительные занятия, многочисленные кружки и секции. Но является ли такое дополнение к школьному образованию необходимым условием для всестороннего развития ребенка и не ведет ли оно к перегрузкам? Как найти грань между необходимым и разумным, выяснила наш корреспондент Анастасия Новичкова. Как известно, формированию и развитию творческих, спортивных, научных и других способностей детей способствуют кружки и секции дополнительного образования. По данным Тверистата Верхней Волжи отмечается рост популярности к секциям физкультурно-спортивной направленности. На сегодняшний день их посещают почти 50 тысяч ребят, а это на 15% больше, чем в прошлом году. Специалисты рекомендуют начинать с общей физической подготовки, а затем, ориентируясь на способности ребенка, выбирать более узкое направление. Мы замечаем, что с каждым разом детей становится все больше, они сами интересуются спортом, сами хотят пробовать что-то новое, изучать что-то новое, какие-то пробовать интересные программы. И, в общем, они заинтересованы в спорте и в развитии в этой сфере. Посещение секции для детей не только отличная возможность укрепить здоровье, но и наладить отношения со сверстниками. Неформальная атмосфера создает благоприятные условия для знакомства и общения, но интересы у всех разные. Я рожден до бассейна и люблю я плавать. Классный бассейн. Батуты. Моё детство тоже. Какие тебе упражнения больше смотрятся? Здоровая спина. Почему? Ну, потому что спину очень развивает. Желание ребёнка – это главный критерий. Опираться стоит на склонности и интересы. И уже исходя из этого выбирать направление. В любом случае занятия спортом приносят много пользы растущему организму. Формируют характер, развивают силу воли и приучают ребёнка к дисциплине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова